Два преступления зарегистрировали сотрудники ОВД на транспорте в январе 2016 года. Казалось бы, всего два. Однако, за каждым стоят потраченные нервы расстроенных пассажиров, перемещавшихся на поездах Брестского сообщения. Чаще всего именно человеческий фактор является поводом таких неудач. Невнимательность к собственным вещам, отсутствие бдительности при установлении диалога с незнакомыми людьми, излишняя доверчивость граждан давали лишний повод злоумышленникам для совершения преступлений. Для того, чтобы еще раз напомнить людям о собственной безопасности, брестские правоохранители провели комплекс специальных мероприятий «Пассажир». В первую очередь мы обращаем внимание на безопасность движения поездов и также безопасность граждан, чтобы они могли следовать в пути следования в комфортных условиях. То есть, законом предусмотрено, что в общественных местах, также на железной дороге и в поездах запрещено распивать спиртные напитки и употреблять табачные изделия. И также очень сильно цитируется внимание на сохранности личного имущества данных граждан. Профилактика краж личного имущества и обеспечения правопорядка в поездах международного и межрегионального сообщения. Именно такие цели ставили перед собой правоохранители, осуществляя пристальный контроль за пассажирами, причем как на станциях и вокзале, так и непосредственно в поездах. Порядка 90 передвижных составов было проверено за несколько дней комплексного мероприятия. 28 административных правовышений, основную массу из которых составили нарушение антиалкогольного законодательства, то есть распитие спиртных напитков и курение в неустановленных местах. Всего же за время проведения СКМ пассажир нами к ответственности за нарушение административного законодательства было привлечено 86 правонарушителей. Кроме этого, не было допущено уголовно наказуемых преступлений в поездах. Однако только так решить проблему без участия самих граждан было бы невозможно. Поэтому брестские правоохранители в очередной раз призывают быть более бдительными и осторожными во время пребывания на железнодорожных вокзалах и непосредственно в поездах. Несмотря на то, что комплекс специальных мероприятий пассажир завершен успешно, сотрудники ОВД на транспорте продолжат работу в этом направлении и будут также внимательно проверять подвижные составы. Кстати, сегодня эти люди в погонах принимают поздравления с профессиональным праздником. Хотел бы поздравить всех действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 97-й годовщиной образования транспортной милиции. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов на работе.